Определенно нужно вводить новую рубрику на канале. Назвать ее нужно примерно так. Или Киев за три дня, а лучше, наверное, это будет актуальнее и точнее, рубрика будет называться Новости санитарной зоны. И каждый российский гражданин сейчас задается вопросом. Ну что, все как говорил Владимир Путин, значит санитарная зона будет на границе, но далее распространяться вглубь Украины. И вот здесь вот маленькая ошибочка. Санитарная зона будет, но нюанс в том, что с большой вероятностью она будет на российской территории. И этот процесс создания этой зоны уже начался. Значит сегодня Заволчанск, там на некоторых улицах пока находятся временно живые российские солдаты, но Заволчанск и соответственно за границу Российской Федерации уже полетели Хаймарсы. Они делают свою тяжелую работу. И пока они, Хаймарсы, летят, мы напоминаем нашим агрессивным соседям дистанцию полета этой ракеты. Ну то есть наша база, наших МЛРС соответственно 80 километров. Вот на эту дистанцию можно и планировать санитарную зону на российской территории. Все, что 80 километров вглубь Российской Федерации, оно в зоне поражения уже здесь и сейчас. И соответственно планируете, товарищи россияне, жизнь исходя из этого. А далее я вам хочу сказать, эта санитарная зона расширится и на 300 километров. Почему? Об этом будем сегодня говорить. Потому что Москва, Путин, Кремль, они переубедят всех. В том числе очень и очень осторожных американцев. Давайте разбираться со всем по порядку. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем, как всегда, вещи своими именами. И да, российским оккупантам смерть на украинской земле. Хотите жить? Не приходите сюда. Все же так просто. Западная сторона заботится об управлении этими истребителями. Истребитель передается, что называется, раз-два и счет закончен. А к ним уже два самолета дальнего релаксонного обнаружения и управления. То есть вопросы управления в НАТО всегда стоят на первом плане. И нам это всегда надо иметь в виду. Как наверняка будут использоваться вот эти самолеты в ближайшее время? Скорее всего они будут использованы в качестве носителей ракет. Опять-таки Таурус, Штормшедоу, Скальп. Противокорабельных ракет для нанесения ударов по кораблям Черноморского флота в портах Кавказа уже. Поскольку и дальность позволяет, и радиус боевого применения. И это обстоятельство надо иметь в виду. Безусловно, конечно, над них могут быть теоретически подвешены ядерные боеприпасы. Но, на мой взгляд, никто их Украине не передаст. И это вот на данный момент времени не первоочередной вопрос. Как носитель используется, да. И вторая сфера боевого применения этих самолетов, это все-таки борьба с нашими самолетами, носителями авиационных бомб с управляемыми модулями планирования и коррекции. Да, определенно название рубрики «Киев за три дня» здесь не подходит. Да, даже санитарная зона, она такая, знаете, очень специфическая, потому что отсутствуют четкие границы. Но все, как хотел Путин. Границы России нигде не заканчиваются. Но раз они нигде не заканчиваются, они нигде не начинаются. Это я в части того, какую картинку рисует последний адекватный товарищ, там на болотах, товарищ полковник Ходоренок. Его в обозренном будущем с большую вероятностью задвинут в эту шухляду. То есть в шкаф, где пылятся пенсионеры. Потому что слишком много он апокалиптических прогнозов делает для российского государства. Сейчас вот по сообщению западных СМИ возникает вопрос, куда можно лупить и чем можно. И в некотором роде зрада, если это зрада, давайте разберемся, заключается в том, что можно лупашить всем, кроме ракет Атакамс на 300 километров. Почему так? Ну, знаете, были времена, когда у нас и Хаймарсов не было, а потом появились и Атакамсы. Ну и вообще психология, человек, она так устроена, что когда тебе поставляют ракеты по 300 километров дальностью поражения, то тебе хочется сжечь военные аэродромы. И с точки зрения войны тут вообще никаких вариантов и быть не может. Вот что пишет и политика, и СНН, ну, скорее всего, такой контролированный слив в американской прессе. Значит, Украина может вести контрбатарейный огонь, значит, используя Хаймарсы на всю глубину поражения. То есть 80 километров об этой санитарной зоне мы уже сказали. Перехватывать российские ракеты над территорией РФ. В некотором роде, особенно после сегодняшней ночи, это тоже понятно, но это дело будущего. Почему? Это все заработает только тогда, перехват российских ракет до российской территории, когда у нас будут самолеты Ф-16. То есть еще чуть-чуть, возможно, даже этим летом, а лето уже началось, будет выглядеть ситуация таким образом. Значит, с Энгельса, Оленья стартуют российские Ту-95. Тут генералам НАТОвских стран, я сразу напоминаю, что это носители ядерного оружия, а тут некоторые тянутся к ядерной бомбе. Вы подумайте над тем, чтобы эти самолеты приземлить вот прям на этом этапе войны. Польза будет всем. Так вот, как только российские Ту-95 взлетают, соответственно, дежурная смена, а может быть даже не одна дежурная смена украинских Ф-16, она уже ждет их. Ждет, где они совершат пуски, чтобы эти ракеты сбить над российской территорией. Было бы прекрасно, если бы остатки этих ракет и российских, и американских, простите, украинских, американского происхождения падали не только на Белгород. Если они там пуски с Каспийского озера делают, то вы понимаете, что мы можем делать мы еще. Перехватывать российскую авиацию, которая запускает бомбы в направлении украинских территорий. Это на сегодняшний день самая главная проблема. Определенно. Ракеты и бомбы с этими комплексами планирования. Собственно, об этом их одаренно говорит. Значит, наносить удары по пунктам сбора российских войск непосредственно у границы с Украиной. То есть, если возле Харькова и возле Сум, тогда можно лупить. Я считаю, что если российский солдат находится на военном объекте в Московской области, то это тоже возле Харькова. Но практика покажет, как мы будем это все применять. Далее мы можем наносить удары по российским складам, логистическим центрам, артиллерии и ракетами Хаймарс по ту сторону границы. И вот теперь самое интересное. Чего нельзя делать по информации западных СМИ? Запускать ракеты большой дальности, то есть атакам, для нанесения ударов по военным целям в глубине России. У меня есть объяснение этому некоторое. С точки зрения Вашингтона, но понятно, с точки зрения Киева и Украины в целом, конечно же, нет. Наносить удары по российским самолетам, которые дислоцированы на земле, тоже нельзя. Согласитесь, по большому счету, опять же, с точки зрения ведения войны, полный бред. То есть, хочешь сэкономить ракеты, ну, сделай несколько запов атакам сами по аэродромам, по тому же Балтия-Муру под Воронежем, и все. Зачем каждый самолет вылавливать по одиночке в небе той же Воронежской области? Наносить удары нельзя по гражданской инфраструктуре, но имеется в виду, скорее всего, речь идет о ТЭС и всякому такому. Ну, вот почему я абсолютно убежден, что если и есть эти ограничения, а не просто такой вот, знаете, посыл в сторону Кремля, что дед, отползай, ну, мы тебя предупреждаем, отползай, потому что хуже будет. Так вот, дед не отползет, и, да, все табу будут сняты. Запомните мои слова, мы еще по ним будем палить не только Нептунами, но и томагавками. А почему? Да вот примерно поэтому. Вот люди озвучивают содержание головы Владимира Путина. Надо сломать американцев. Нам надо сломать американцев, показав, что их активы на Ближнем Востоке, в Европе, на Среднем Востоке. Это элемент уязвимости. Сломать американцев им захотелось. Да, вот если и можно сказать фразу, мы еще не начинали, то касается она как раз исключительно Соединенных Штатов. Вот американцы действительно не начинали. Значит, вся эта пропагандистская сволота, они предлагают поиграть в хусито в тапочках. Они говорят, что вот хуситы могут сбивать американские риперы и другие стратегические, большие и не очень, БПЛА. А вот мы должны тоже делать что-то подобное над Черным морем. Ну вот что-то мне подсказывает, что с одной стороны, значит, из Белого дома идет вот этот постоянный сигнал «Вова, отползай!». С другой стороны, они же телеграфируют, тронете наши БПЛА над Черным морем, значит, атакамцы сразу полетят по территории Российской Федерации. И, соответственно, там на Маничелло по чуть-чуть поджимают хвост. Хотя цели на территории России, они озвучены. И да, это как раз вот действительно в копилку демилитаризованной зоны. То есть рубрики «Демилитаризованная зона». Ну, будем считать, что полковника Ходоренко на каком-то этапе разопнут за то, что он слил главные уязвимые места Российской Федерации. Внимание! На глубину 300 километров, а не 80. Кстати, пишите в комментариях, ваше мнение. Демилитаризованная зона на Российской территории, она должна быть 80 километров или 300. Я думаю, мы же соседи с ними, поэтому должны идти на компромисс, правда? 299. Ваши варианты. Пишите в комментариях. И, собственно говоря, вот разрешение ударов по объектам на территории Российской Федерации, в первую очередь, почему они будут, по каким объектам наносить удары? По аэродромам, по узлам управления и связи, по складам с материальными средствами, по коммуникациям, по инфраструктурным объектам. Причем я совершенно не исключаю ударов и по объектам топливно-энергетического комплекса, в том числе и электростанции, теплоцентрали, воздушных и кабельных линий электропередачи. То есть вот такая сфера боевого применения всего того оружия, которое они передают. Можно уже поседонами захреначить и посмотреть, как все потунут. Под проливками товарища Сталина лишает российского народа бессонных ночей. Долбанули, пусть и американцы плохо спят. Истории про ядерную бомбу с уста мудозвона, он же помет, он же Владимир Рудольфович. Ну это реально, как престарелый мужчина в пальто на голое тело бегает по парку или возле школы и пугает школьников. Мол, смотрите, какой я смелый. Но все смеются, он начинает плакать, закрывается и бежит в свою берлогу. Вот так это выглядит. Но в части военных целей, знаете, слышишь этот прекрасный перечень. И у меня такое ощущение дежавю. Где-то мы уже с этим сталкивались. Ага, ну например, этой ночью. Да, все эти объекты, которые будут поражены на российской территории, сами россияне, российские военные преступники, российские пилоты, это военные преступники. Они пытаются это все уничтожить в Украине. И в этой ситуации, конечно, еще раз, я тоже понимаю, что у нас у всех такое недовольство нашими партнерами в части того, что мы-то понимаем логику российских фашистов, что они понимают силу. И, соответственно, если ты с ними играешь в игру тец за тец, то, соответственно, и война быстрее закончится. Ну, там резоны такие, там ядерная эскалация, это же никто не отменял на самом-то деле. Вот еще раз, мы тут можем сколько угодно делать вот этого, ну, посмеиваться с мудозвоном, а посмеиваться с него, ну, это логично. Потому что этот человек иногда себя ведет в экране, как будто он президент, а не Владимир Путин. Так вот, если кто-то не знает, мудозвон не президент Российской Федерации, не диктатор, а просто местный шут на уровне Юлии Латыниной. Ну, единственное, что у того недвижимость в Европе арестована, а у той пока еще нет. Дело, конечно же, не в домах, не в домиках, не в виллах и не в недвижимости в целом. Дело в том, что Запад определенно не боится их. И, да, они понимают, что ядерная бомба имеется, да, понимает большая страна. Ну, и вообще, Штаты, они же смотрят на ситуацию в таком геополитическом разрезе. То есть, им надо помочь нам, да, чтобы нас тут всех не перебили. Но при этом, там, мы сто раз об этом говорили, вот эти вот постоянные мысли, а что там будет, а если Путин умрет, а вдруг придет какой-то сумасшедший и так далее, и так далее. Еще раз, я убежден, что, ну, время само все расставить на свои места. Особенно по российскому государству, так это очевидно. Почему? Да потому что там уже у власти сумасшедший. Потому что то, что делает Путин, но это ни в какие ворота не лезет. То, что вот они с таким воодушевлением рассказывают, что они там попали в ТЭЦ, убили людей в Харькове, еще где-то. И вроде как в российских реалиях это стало нормой. Но это не норма. Как это будет лечиться? Ну, вот Белгород уже понемножечку что-то понимает. А тот, кто не понимает, к тому прилетает. И он уже понимает или нет, это, собственно говоря, и не важно. Так вот, этот этап войны, он лично для меня интересен тем, что пропаганда, ну, то есть самые упоротые, самые такие вот отборный радиоактивный пепел в голове, они не верят в своего президента. Они не верят в Путина. То есть они его вроде бы как хвалят, рассказывают, какой он классный, гениальный, но они в него не верят. Считают, что у него маленькие яички. Мне иногда кажется, что у него их в принципе нет. И поэтому он такой злой и мстительный, и такой мани-челла. И поэтому, да, многие смеются, когда он свою елду показывает. Ну, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Запад не слышит. Вот мы все думаем, что Запад слышит слова. Он может даже и слышит то, что мы говорим, но он нам не верит. Вот разница принципиальная, что когда Запад говорит, что он жахнет, мы точно знаем, что он жахнет. У нас ведь сомнений нет. А когда мы говорим, что мы выйдем, и вот мы провели красную линию, и мы ответим так, что никак, как никогда раньше не отвечали, нам не верят. Уровень доверия к нашей политической коммуникации находится в зоне отрицательных значений. Виноват в этом кто? Только мы. Потому что у нас, особенно на начальной фазе, завязке этого конфликта было слишком много слов и слишком мало дел. Видите, в доверии тоже может быть отрицательный взлет и жесткая, ой, простите, мягкая посадка. Но когда речь идет о вере, то есть нам это кому? В Рашке, в вопросах войны и мира, все очень строго. Эти вопросы координируются исключительно маньякам. И получается, пропагандист своим ртом говорит, что Путину не верят. Я думаю, что вопрос на Западе так не стоит. Я верю или не верю? Это не игра в какую-то там ромашку. Да, ромашку. Цветочек. Верю, не верю, верю, не верю. Там планирование идет немножечко по-другому. Как минусовать на российских захватчиков? Вот сейчас принято решение создать санитарную зону на российской территории. Хорошее решение. Хорошее. И далее они будут ситуацию корректировать, модернизировать, адаптировать. Слово-то какое отличное. Да, адаптировать украинские возможности под новые вызовы. Крови много. Можно было бы, конечно, все адаптировать в первые дни войны. Очевидно. Первый год войны. Но ситуация такая, какая она есть. Так вот, что мне очень нравится. С одной стороны, там вот этот вот вой, что она мне верит. С другой стороны, такой, слышите этот, шуршит. Что это такое? А, не шуршит, а хрустит. Это хруст французской булки. Французскую булку Макрон здесь ни при чем крошит непосредственно на российских генералов. Говорят, что они тупые. Тупые. Тупые российские генералы. Ну, у нас тоже разные бывают военно-начальники. Но, когда страна-агрессор, то есть страна, которая позиционирует себя, как та, кто сделает Киев за три дня, или в санитарную зону на территории России, начинает шеймить своих генералов. Это прикольно. Очень силен в определенных кругах, скажем так, еще и догматические представления о вооруженной борьбе. Ведь многие командующие, командиры, до сих пор многие, особенно на высшем эшелоне, среди высшего руководящего состава, для них война по-прежнему еще ориентируется на догматах Второй мировой. А времена-то совершенно другие. Совершенно другие. И в этом плане у меня, опять-таки, не то, чтобы я тут, упаси бог, кому-то бросал упреки, или еще что-то говорил, в плане, так сказать, как иногда говорят, критики. Но дело в том, что руководство вооруженных сил и многими процессами у нас осуществляется на уровне общевойсковых командиров. И это совершенно оправданно. Но вот вопросы к подготовке этих общевойсковых командиров все-таки у меня остаются очень большие. Как мне представляется, то образование, которое они получают и в рамках общевойсковой академии, и в рамках военной академии генерального штаба, все-таки надо поднять на более высокий уровень. Потому что действительно, во главе вот этих всех процессов управления, военного строительства, комплектования войск, действительно у нас находятся общевойсковые командиры. И это правильно, и это правильно. Но вот к их подготовке, к их подготовке, все-таки есть определенные вопросы. Ибо необычайно силен среди них вот такие представления, еще раз позволю себе это повторить, но догматические представления и тезисы, которые уже давно устарели. И поэтому тут необходимо на многие вещи исключительно революционный взгляд. О чем он говорит? Он говорит, да, генералы тупые. И они исповедуют принцип Второй мировой войны. Сейчас это называется мясной штурм, со всеми вытекающими последствиями. Да, если у тебя достаточно дронов разного класса, и ты провел инженерные работы, правильно забетонировал, и, внимание, разложил правильно мины, к чему это ведет? Ну, к тому, что половина российских солдат отправится в ад еще на подходе. Ну, а всех остальных нужно добивать еще до того, как они, ну, в идеале, конечно, до того, как они пересекут границу, но в любом случае никто не должен дойти до дистанции выстрела из автомата до украинских рубежей. Грамотные украинские командиры бригад воюют именно таким образом. Находят средства, возможности. И что делают? Минусуют собачка-свинка-триколор, минусуют и минусуют. Но тут, смотрите, какая интересная тенденция. То есть, если Ходоренок прямым текстом говорит, что генералы-дебилы, то мудозвон, он же помет, он чем занимается? Он их оправдывает, да? А оказывается, те генералы, которых арестовал Путин, они не говно. Они просто богаты и, ну, и уже знамениты. Причем они богаты были еще до того, как пришли в Минобороны. А где же они сделали свои капиталы? Они же не бизнесмены. Но помет об этом умалчивает. Значит, кого, по мнению, нельзя шеймить? Значит, этого генерала Попова с позывным «Спартак», которого там приняли за что? За взятку. Ну, и другие генералы в том числе. То есть, начальник связи и, соответственно, замминистра обороны. У них неплохой появился адвокатишка. То есть, ну, страна воюет или нет? Ну, чего происходит? Что, от него больше толка, если он будет сидеть в варежке, что ли, шить? Человек с его опытом, знанием, умением, науками, в которые государство вложило миллионы? Подготовить генералу сколько стоит миллионов? Я в этом случае напомню, что товарищ Сталин после катастрофы 41-го года, по-моему, ни одного генерала не расстрелял. И всем, в общем, всем находилась работа. Искусство управления военного – это искусство умения каждого человека заставить работать эффективно там, где он это может. А разбрасываться вот так вот, знаете, вот он не справился, а выгоним мы его на пенсию или посадим-ка мы его в тюрьму. Ребята, ну, это не во время войны нужно делать. Во время войны это, в общем, преступление, так относиться к кадрам. А главное, сейчас, да, вот со всей этой гуманитарной помощью, со всеми этими сложными всеми отношениями, с блогерами, с буром, да любого командира можно брать и сажать в тюрьму. Любого. Да-да, что это? Это хруст той же булки. Значит, Путин не дотягивает до Сталина. Вот о чем он говорит. Генерала Попова надо сейчас вот так публично унижать. И вообще, знаешь, я вот реально не понимаю. Вот хоть убей меня, Бог. Как бы вы к кому ни относились, если мы показываем кадры человека с орденами, с погонами, и не важно, какого там цвета звезды, желтые, белые, в зале суда, ну, простите, это вообще неправильно. Но просто когда СМИ начинает это все освещать, человек еще не осужден, ничего не сделано. Ну, это то же самое, что взяли бы сейчас, знаешь, там, Жукова, и сказали, а ты два поезда трофеев, гад, привез, ты вот. Ну, товарищ Сталин же по-другому все видел. Что мы тут слышим? А, Жуков мародер. Б, Путин не Сталин. И это не комплимента. В их системе координат. Это говорит, что Путин слабенький. Вот о чем это говорит. Заметьте, все ультра-нацисты по факту так завуалированы, но, тем не менее, этот тезис проговорили. Кстати, знаешь, вот на фронте, я знаю, что когда... Вот смотри, вот сейчас по связи взяли Шамарина. А какие к нему вопросы? Шамарин пришел не так давно. Вот я с ребятами, с военными говорил, и у них живет довольно скромно. Может, какие-то старые грехи. Но, извини, с момента того, как мы вошли, связь же изменилась кардинально. Кардинально. Я приведу еще один пример. Нет, просто, знаешь, мы с такой радостью сразу готовы растерзать, не позволяя себе задать какой-то вопрос сомнений. Тот же Тимур Иванов. Окей, все понятно. А он пришел бедным, что ли, в армию? Или у него все было задекларировано, и все это видели до? Он пришел очень обеспеченным человеком, это так. Ну, поэтому у меня всегда, знаешь, какие-то простые вопросы. Да, не вопрос. Набросать там дерьма на вентилятор можно, всех осудить. Не вопрос. Наравится мне эта дискуссия на тему, нужно ли арестовывать генералов армии России. Ну что ж, я могу сказать только одно. Товарищи российские генералы, не будьте такими глупыми, как Евгений Викторович Пригожин. Берите власть в свои руки. Нам с вами будет легче договориться о мире. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. Да, вангую, заговору генералов армии России быть. Потому что Путин настроен так, чтобы на них переложить всю ответственность за войну. Они виноваты. Но ключевые решения принял Путин. И все это знают. И все об этом в той или иной тональности говорят. На канал подписываемся. Поддерживаем украинскую армию. Почему? Да, потому что именно она обеспечивает тезис. Украина была, есть и будет. До встречи.